Поехали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Поэтому, кто желает, приезжайте на праздник Ну что, вчера, все знаете, мы проводили сестру нашу, Лену Общину, с первого дня образования ее, сестру Валентину Коневу До этого в четверг приехали в Потеряевку гости у нас там отец Михаил Фас с детьми поехали на Хараганду, там у них встреча всех родственников Ну и вечером они пригласили меня поужинать, ну и мы поужинали, сидим, беседуем, разговариваем, ну и зашел разговор о крещении там и о прочее, что я говорю, ну первые года было много крещения у нас, там даже есть фотографии, где мы втроем три священника стоим в озере и крестим, вот А сейчас, говорю, как-то мало, нету, я говорю, уже как бы квалификация теряется Вот, тем более и погребение мягких людей, как отпевание, тоже, говорю, редко так, что я, говорю, уже и тоже разучился, только я проговорил, звонок, телефон открывает, то Виктор Андреевич, говорит, батюшка, Валентина Павловна умерла Все так, как, только что мы проговорили об этом, не раньше, а буквально в секунду, я только закончил слово, и он сразу звонок звонит, и об этом, что не забудьте, что это нету, вот она есть уже Сразу-то вот такое было, ну вчера все, кто видел, что все хорошо проводили ее, помолились, слово было хорошее, назидание сказанное, вот, люди слушали Со вниманием, хорошо, может быть, кому-то и легло это на сердце Так, еще, что, двух Ко мне какие вопросы есть? Никаких Когда следующий раз? Я сказал, 24-го, 25-го, 24-го будет суббота, вечером, 25-го будет, значит, утром Вечером вечерняя молитва у нас в 5 часов сейчас будет, до престольного праздника, до воздвижения Всегда, как мы каждый год делаем, после Пасхи на 5 и до престольного праздника у нас до воздвижения Христа Господня Вот так вот, значит, в 5 часов, потеряете тоже так, у нас сейчас в 5 часов, служба вечером, утром в 8 часов Ну что, если нет никаких вопросов ко мне? Я сейчас хочу съездить на православную выставку, есть здесь, уже на неделю, наверное, это во 20 спорта 5-го заканчивается уже Да, поэтому я, может быть, что-то приглянется, что-нибудь приобрести, ну и посмотреть и себя показать на выставке Мы, подговорил я Николая съездить, кто еще из сестер, давайте, побывать Ну что были, все были, да? Ну ладно, все тогда, продолжайте Итог за прошедшую неделю Эта неделя была не совсем обычная и для нас, и для тех, кто рядом с нами был Вот батюшка сказал немного, но я вообще рабочий там сказал, говорит слово Валентина Павловна Понева отошла в вещи с 89 лет Одна была и зашла в ванну Иногда сестры, я заверзла, я воды напущу, сколько говорил, не грейтесь водой в ванне Этого не надо делать Тем более одна И она как ударилась, видимо, это еще при жизни, все здесь запеклось чернотой, видимо И так из воды-то не вылезла, вода горячая, в воде лежит через 2 часа Да ладно, до этого еще говорили ей, ты хоть не запирай двери на ужин это Ну и сумели пройти и нашли А уж сколько это разварилось Это для себя вот услышали один раз и берите Мы по милости Божьей были там и записали все это, ее ролик уже выставили в интернете Называется «Победа над смертью» Мы с ней были рядом более 40 лет Это срок, за который можем было пригодиться друг другу Все было У нее очень необычная жизнь, коротко сказать Ее жизнь такую искусственную нельзя составить Ее родители были раскулачены Которые всем помогали Она, не она говорит, а ее мама, Мария Евлампевна И разговор с Марией Евлампевной, у меня, когда судили, это особой строкой шло и давили и давили на это Где я давал небольшие ремарки во время ее рассказов Как грабили их Ну, слабохарактерно не советую, болеть будете лежать Это заново все переживает Какая она маленькая была баба ее Мать Валентина Павловна А ей было уже 11 лет И раскулачивали за что? Лишняя новогрейка была И одна корова лишняя Какая же это власть была Такой власти мир не знал людоедской Это лучшие были кормильцы России Сегодня 21 тысяча, не человека, а тысяча сел полностью уничтожено Я бы стоил отдельно сейчас Я привыкший ко всему, но не мог смотреть Сейчас посмотрел, я отошел Сердце останавливается буквально Жизнь кончилась Россия покончена Ее не надо ставить ни на колени, ни куда она лежит Лежит опрокинутая Кормить нечем Вот сегодня только перекрыли Хады, все Никаких очередей не хватит здесь И нам нужно думать Как сохранить то, что дал Господь Я угроба вчера у нее сказал Пошел сорвал три веточки Тут миндаль растет А ее цветами завалили Там розы, тюльпаны, хризантем Что только нету Ну я вышел, взял в руки Вот обо всех этих цветах ни одного слова Библии нет А вот о миндале есть Ричница эквистеаста И засветет миндаль Святее толкует, что тело наше преобразится, будет нетленное, подобно Господу Значит, это вот это тело, как бы миндаль И оно засветет И душа снова вернется в тело Вот на этом стихе Я рассказал, как она была Она была глубоко верующая При всех ее недостатках Она одержала победу Она последний пот была Исповедовалась Причастилась Соборовалась И она постоянно звонила по телефону Ну сорок-то лет Это же, повторяю, не два года Существует такое выражение в мире А человек умершем говорят Или хорошо, или ничего Это абсолютно неверно Порочное это Это римская поговорка извращенная У римлян она так звучит Или говорит все, или ничего Вот как Первый источник этой поговорки И об апостолах все говорилось Они умерли, а теперь говорят Петр отрекся Это вслед его уже долго А Христос ему сказал Отойдет меня сатана Это можно было загладить? Нельзя Нельзя, это слово Божие Но отличается от других книг Именно этим, что ничего не скрывает Ничего, все надо сказать И Павел до конца мы знаем Это был гонитель На совести его сотни, если не тысячи жизней было Это был очень и очень сильный гонитель Так что, вы знаете Письма взял, куда пошел Дамас Потому что здесь все вычистил Ничего нет в Иерусалиме И это все упоминается И церковь сохраняет после его кончины Вспоминается это все Но главный результат у Петра и у Павла У всех это окончательная победа Покаяние И победа во Христе Во Христе нет смерти Я об этом вот и сказал Она одержала победу Она ушла верующей А для верующих двери открыты Душа идет по мытарствам Слорогней Это православное учение Не основано на Библии Но мы к этому привыкли как-то О ней можно сегодня говорить Что хотите Но только правду Это однозначно И если что-то непонятно будет Ко мне обратите Все-таки повторяю 40 лет Я могу пояснить Ее поступки Она прожила жизнь Она за себя сейчас восстать Ничего не может сказать Но она везде может выставить щит На любое обвинение Я покаялся Она каялась У нее можно было учиться Молиться Потому что она обратилась Среди баптистов И мамы ее там были И в моем доме Они пришли в Богу В православие В моем Поэтому они для меня Не просто не чужие Они были Свои Настолько близкие И она каялась Она знала как молиться Кто слышал как она молится То есть открытая своя молитва Она по молитвослову Могла молиться Все Но у ней была Своя молитва Открывала свои желания Перед Богом И вот это Пройти И как там рассказывает Мать Все люди-то умирали Зарывать было некому Друг на друга Ложили Мертвые И она Ее мать И она А ей-то уже было 11 лет И они бежали Томске где были Тайга 750 километров Тайгою Со зверями Где она чего Только к тропам не подходить Где люди Самое страшное Это люди Люди Ни змеи Ни змеи Ни недоудавы Ни тигры Люди Опасность И как она дошла И она У них память была У Валентины Павловны Матери Не выскажешь какая И она все Это такой Го-разговор Она ушла Это осколок ГУЛАГа Был перед нами И поэтому Я рассказываю вам Для того Чтобы вы Свободно Могли называть Ее Рабой Божией По мне Рабу Божию Валентину Это высшее звание Она была Его раба Повторяю Она трудилась На собой И были у ней Свои там Грешности И прочее Я много Над ней Трудился Очень много Она Не так иногда Делала Но все Встало на место Последние три года Ни одного Не замечательного Не было Это То что Знаете Одного Мы отправили В далекий Дальний путь У нас уходят люди Примиренные с Богом Помните Тамара Пачка Какой претерпела Беду Отрезали Новую И она была Тоже глубоко Верующая Да Братья Сестры Я хочу сказать Что я не 40 лет Знаком С Валентиной Павловной 24 года Тоже немалый срок Хочу сказать Что в отношениях Наших Было Всякое То есть Трудно Было Бывало Но Все мы преодолевали Благодаря молитве Я бесконечно Благодарен Валентине Павловне За то Что она Меня привела Вот На путь истинный И всю мою семью Практически То есть Вся моя семья Верующими Можно считать Вот благодаря Валентине Павловне Два Моих Дитя То есть Сын и дочь Они Крестились В присутствии Ее Как крестной Она крестная Моих Сына и дочери Так что я Бесконечно Благодарен Валентине Павловне За то Что она Сделала Для нашей Семьи Я всегда Буду помнить Ее молитвах И призываю Вас Всегда молиться О ней Особенно В эти дни 40 дней Когда Душа Будет Проходить Эти мотарства Чтобы она Успешно И прошла И пребывала В царстве Небесной Вчера Вот События Два дня Практически Как меня Только позвала Женщина Обнаружившая Ее В ванной Я занимался Этим вопросом Достаточно Много Было Хлопот И все Но вчерашний День закончился А ощущение Такое Праздника Понимаете Действительно Радостное Такое ощущение И когда я Увидел В ванной Сидящую Я увидел Вот Светлый Образ Вот Как будто Уснул Человек Безмятежное Выражение Лица Совершенно Спокойное Светлое Вот Просто Такое Сразу Запечатлелось И на всю Оставшуюся Жизнь Этот образ Останется У меня На Эта Неделя То есть В Пятницу Мы ездили Новосибирск Николай Кручинов Приехал Машина Наша Стоит Здесь Виктор Савченко И мы Поехали Назначено Вот Сколько Не говори Пока Лично Не встретишься Все по-другому Вот Здесь У меня Есть Как сказать Неблагодарность А письмо Баварина Висит Я еще Раз Убедился Говорит Он Что Личные Знакомцы Сколько Много Открывают И вот Оказывается Консульства Никакого Нет Консульства В Германии Где нам Открывали Шенгенскую Визу Я поехал Туда Попутно Заехал Там Охрана Там Прочем Меня Прочустили Я им Подарил Книги Для консулов Подписать Попросили Консулу Германии В городе Новосибирске Личные Это Трехтомник И До слова Божия Нет Уз Это Те Книги Которые У Путина У Медели У Патриарха Есть Ну А туда Приехали Консульства Нет Места Куда Приехали По адресу А там Ничего Нет А пиши Сорванные Зашли В дом Никто Никто Не знает Никого Нет Они Переменили Место А в интернете Не выставили А мы Приехали По тому Месту А там Никого И нет Ну У Вити Знакомый Незнакомый А брат Родной Там Давай Звонить Каким-то Путем У меня Второй Адрес Был Покуда Записан Я Все Выписал И Поехали Туда Приехали Большой Дом И там Написано Норвегия Швеция Там Все Государства Больше Десяти Англии Нет В Великобритании Мы Зашли Спросили Они Говорят Старца А тут Никого Нет Там Посольства Никто А когда Зашли Туда Где Великобритания Там Даже На улице Очередь Стоит А мы Поняли Не добиться Ничего Я Говорю А вы Откуда Из Тува Целая Группа Студентов Или Старшеклассники Мы даже Не узнали И Пачки Документов Держат А у нас Тоненькие У нас Еще Была Неприятность Большая Мы Отдавали На Перевод Там Все На Английском Надо Мы У нас Брали На Перевод Могущие Перевести И не Перевели Ни Одной Строчки За 9 Дней Ни Одной Строчки Ни Одной Буквы Не Перевели Не Позвонили Не Сказали Что Документы Не Готовы Нам Ехать Теперь Я Хоть Вырвать Документы Свои Я Не Знаю Какая Причина Что Как То Надо Было Дать Знач Что Перевода Нет Там И Заберите Документы Где Успеете Теперь Мы Начинаем Через Знакомых Брата Виктора Искать Переводчиков Трех Переводчиков Нашли Какие Ближе К нашему Месту Понимаете Какая У нас Начинается Конитет Здесь Подводит Человек Спокойно Спит Не Перевел Только Делов Но Нам То Ехать Надо И Что Мы Фотокарточки Нужны Но Фотокарточки Должна Такая Быть Ближе Так Было Вроде Человек Быстро Меняется У нас Были По Одной Одну Мы Уже Сдали Две Такие Маленькие Фотокарточки 284 Рубля Вот Такие Вот 4,5 3,5 Сантиметра Туда Приехали Написано Было Лучше Когда Там У них Делают Тогда Они Знают Что Фотокарточка Свежая Оказывается 2 Мая Фотоателье В Новосибирске Не Работает Ну Старые Фотографии Они Эти Фотографии На Прошлогоднем Паспорте На нашем Которые Там Ну Не Видят Вы Жмите Год Ну А Где Чего Не Знаем Понимаете Вот Мы Думали Как И Бог Все Усмотрел Конечно Огорчительно У меня Самое Большое Было Что Продержали Девять Дней Наши Документы И Ни одного Слова Не перевели Не Скажем Что И Делается Глаза Закрыто Без Перевода Сдали И Нас Все Документы Приняли Может Там Тормозон Где-то Ну Сошло Как будто Их Не надо Было Никогда Делать Ну Молились И Молились Об Этому Фотографии Разузнали Одна Фотография Работает Где-то Там Идти Надо Пешком А Я Надел Свои Праздничные Сапоги А Тут По Асфальту Ширка Я Хоть Босиком Разуваюсь Я Берегу Только Зайду Постою Опять Приду Разуюсь Они У меня На много Лет Сапоги Ну Идти Надо Идут Пришли Но Тут Бога Вымеренно Дело Не Фотографии Дело Кто Фотографирует Та Женщина Она Ждала Нас И Она Ждала Много Лет Когда Мы Туда Придем Вы Видели Какая Была Встреча Вот Как Бог Делает Здесь Закрыто Тут Нет Перевода Туда Идем И Все Подгоняется К одной Цели Той Душа Которая Нас Ждет Мы Ничего Этого Не знаем Потом Ехали Ну Ниже Просто Останавливайся В кусты Молись С коленой Вставай И Она Говорит Аху Жить Я не видала Таких Людей До Божия Промысл Божий Ну И Когда Здесь Назначали Главное Впервые Я видел Такое Что Встречу Назначаешь Ты Сам Когда Назначать Я Назначаю Думаю Ага Второе Мае Не работающие Ну Опять же Упустил Надо Было Позвонить Мне Еще Одному Человеку Узнать Как С детства У нас Работает Они Как Дети Сместили Ну Как Вы Так Со Мно Не Это Найти Анкету И Там Около 100 Вопросов И Все По Английски Отвечать А Там Копировать Он Все Знает Все Сделал Послал Опять Пришел Документы Приняты Документы Приняты Мы Поехали А Вот Тут Когда Приехали Увидели Я Назначал На Два Часа А У Ни На Два Часа На Четыре Часа На Шестнадцать Они До Часа В пол Третьего Очередь Была На Улисы Наша Очередь Подошла На Которое Время Произвольно Я Назначил Заходим Никого Нет Одним И Теперь Весь Отдел Они Все Сгрудились В Одно Место Я Им Привез Эти Книги На Стол Подарил И Визитки Наши Где-то Ускорить Нельзя Ускорить Можно Эти Документы Теперь Берут Паспорта Забрали С нашими Анкетами Все Теперь Отсылают В консульство В Москву В одном месте Снимать Отпечатки Пальцев Ну Снимают Пальцы Там Я был Знаю Когда судили Там Как Тебя Перед тем Как в тюрьму Запускать И вот Такими Выемками Как Шифер Сделан Деревянный И вот Там Намазывает Пальцы Тебя намазывает Бумагу Кладут И Все Вот Эти полоски Это Дактилоскопия Кажется Называется И Оно Все Там Остается Здесь Ничего Этого Нет Здесь Маленький Такой Приборщик Сметло С теплой И Ты Клади Руку А у Меня Я Сам Не Замечаю Что У У меня Пальцы Одного Паланги Нет Надо Отпечатать А как Отпечаток Нет Ничего Как Его Поднять Этот Нажать Этот Вначале У У меня Этот Погрежденный Пальц Она Сначала Эти Снимает А потом Эти Два Местные Не Может Снять Она Снимает И Дает Протереть Там Что Не Знаю Со Спиртом Все Протер Я Никогда Может Такие Руки Чистые Не Были После Бани Не Может Взять Она Еще Пригласила Но Я Видимо Тут Нельзя Поврежденно Я Должен Объяснять Что Это Мне Лишил Немец Штыком Я Дальше Не Говорю Немец А Это Это Преузолили Я Пострадал Это Не Обязательно Было И Знать Ну А Почему Может Я Скрываю Свои Отпечатки Где-то Ну Все Таки А Дальше Была Беседа Разговор И Мы Уехали Ехали Дорогой Поехали Только Николай Говорит Кручина Он Главный Шофер Я Сяду Рядом Меня Спрашивают Я Витя Туда Вел Машину И Обратно И Нужно Чтобы Рядом Подсказывать Навигатор Работает Нет Ему Видимо Отдохнуть Надо Было Но Я Не Разрешил И Это Все Оправдалось Я Сижу Там То Молюсь То Что И Вдруг Слышу Николай Так Закричал Он Крутанул В Сторон Машина Подрезал Только За Нас И Огромная Машина Перед И Куда В Сторон Видимо Тут Широкое Было Мы В Кювет Не Улетели То Есть Мы Были Рядом С Чем-то А Высокий Такой Нос Большая И Ну Все Николай Даша Подробно Все Разъясняет Где На Ошибку Сделал Почему Так И Видимо Он Прижимает А Видимо Ту Машину Которая Шла Там На Встречу И Пошел Ей Деваться Некуда И Она Ломанулась Под Нас Поэтому Ты Пропусти Что Он Прошел Подальше То есть Неопытность Но Бог Спас Нас Опять И Мы Вернулись В Один Теперь Отдали Просьбу Ко Всем Помолиться Чтобы Нам Вернули Хотя Паспорта Англия Для нас Это Не Главное Шенген Но Паспортов Вообще Нет У Нас И Они Дальше Писываем А это На 3 недели У них Расположено 26 Не Работает Мы 27 Выезжаем То есть Мы В зависшем Состоянии Вдруг Оказались И Полученная Нами Уже Виза И Ну Что Виза Виза В паспорте А паспорта Нет Нам Ехать Через Украину Отовсюду Пошли Сейчас Свидетельства Только Не Ездить Они Дороги Перекрыты Вообще Дороги Нет Не То Что Я Испугался Или Я Доверяюсь Богу Но Вообще Проезда Нет Они Баррикады На Дорогах Сделали Куда Идут Ну Я говорю Господь Откроет Еще И Везде Спрашивают Я немножко Политический Момент Хочу вам Затроновать Вот Спрашивают Вот В Луганске Донецке Они Проразносили Свои Республики Отдельной Республикой Автономной Совершенно Где-то Правильно Они Делать Или Парашютистов Направили Вертолеты Два вертолета Сбили Эти Постанцы Которые Здесь Летчик Один погиб Другого Там Это Я все Смотрю Тяжелое Состояние Родные Мы Все Братья Для меня Украинцев Просто Нет Я считаю Один Народ Один Ну Все Одно Одноверно Что Нам Делить Но Уже Все Зашло Слишком Далеко Ну Кто Прав Но Такое Чтобы Пастор Из-за Рубежа Там Откуда Турчинов Александр Руководил Государственным Временно Исполняющим Обязанности Президента И он Сейчас Дает Указания Воевать То есть Украина Хоть и слабая Воинская Часть Но Парашютистов Сбросят И там Идет Эта зачистка И люди Закрылись Там Где Это Было В Одессе В Одессе И они Туда С коктейлем Зажигательным И Всех Запалилили Мы там Почти 40 села Сгорело Задохнулись Дымом Правильно Тебе делают Неправильно Я их не касаюсь Отошел От Украины Я просто Объясняю Политические Моменты Если Человек Находится В городе И этот Город Не подчиняется Государству Я хочу Отделиться В Америке Были попытки Такие Вы знаете Что с ними Было Что было В Китае С землей Все смешано И поэтому Все удивляться Они внутри Государства И каждый Заявляет Второе Третья область А тоже Независимая Республика Даже если Объявили бы Идти на войну И кто-то Отказался Эти города Предаются Проклятию Это Библия Говорит Прокляните Прокляните Мирос Два раза Прокляните Подряд Просто трудно Найти Библии За то Что они вышли Господу На помощь Но это Израиля Касалось Но это Образ для нас А как Но сегодня Есть референдум И то другое Решает Там ООН Наблюдает Значит Какие-то правила другие Но все-таки Принцип остается такой Что не просто так Мне не нравится Я встал Из общины Ушел Тут ты можешь уйти Но тебя удерживает канон Если у тебя нет причины То есть никаких нет Духовный отец не меняется Каноническое правило Надо докладать Так Каноническое правило Запрещает А я могу сделать Да можно все сделать Но как это перед Богом И здесь та же самая история А мы Не подчиняемся А у нас сейчас Наш Крым Я объясняю Очень просто Дело как бы не в Крыме Хрущев Совершенно произвольно Без совета С Верховным Советом Что-то они там говорили Но это все Даже документировано было Подарил Украине Крым Но его-то нет Теперь мы вернули Это исконно В Севастополе Но подарки не отнимаются Давайте Дальше Да действительно Исконно принадлежало Но уже подарком сделано Уже Тоже Я не сужу ничего Я просто говорю В истории Какие порядки бывают И поэтому Не нашего ума дело Но для себя мы знать будем Куда молитву наклонить Господи Да будет по слову Твоему Господи Я не прошу Крым Не отдавать Не завоевывать Не Украину Мне ничего этого не надо Я человек грешен Я должен завоевать Душу свою для Бога Чтобы она была поколена ему В этом все Но в этом Что там делается Смута Это все Примеры для нас Смотрите Это все быстро у нас кончится Вот это Мы не понимаем Что делается Мы себе хорошими кажемся А я пойду Где-то будет лучше Перееду в Америку Америку ждет Такой удар Которым она еще не подозревает Хотя некоторые Уже просыпаются Там находят сейчас Громадные полигоны Из одних гробов Каждый гроб по 4 человека Это кто не покоряется До облаков поднимется пыль Я был в Америке И мне там говорили А Россия будет подниматься А Америка пойдет вниз Вот понимаете Какие слова Дело в том что Искать надо не земного А небесного Вот приезжал пастор Пастор Называют Улетеран Его спросили немцы Многие уезжали Ехать или не ехать Раздвоились Некоторые уехали Он говорит Хотите Чтобы жить хорошо Все было в достатке Поезжайте в Германию Там все устроено Но если хотите душу спасти Я вам не советую ехать У них баптистские собрания Там были Баптисты приходят Немцы отслужили Баптисты Так все хорошо Так ну записаться надо будет И все У русских не так Возьмите баптисты отделенные Сколько они перестрадали Ну мы даже Не то что я баптист хвалю А люди мужественные Они скольких людей там отдали Какая у них строгая дисциплина Вот эти зарегистрированы Тут Они уже ходят и одеты Как мирские люди А там нет все еще держатся Это мы о себе думаем хорошо А другие Это о нас под другого мнения Мы для католиков Вообще никто с хизматики Че тут надуваться то Я там узнаю Ты перед Богом будь А для мусульман Два миллиарда Мы вообще все христиане Никто Неверное называют Поэтому не дави Своим снобизмом Превозношением А у меня так Как старобрядцы Для них никого нету Только они одни Все православные патриархаты Все Как будто бы их не существует Так не годится Бог будет судить По слову своему А вот в эту теперь ячейку Ты посмотри Отображаешься или нет Я не сужу Говорит Господь 12.48 Евангелие Слово Которое я говорю Оно будет судить Оно И на суде Искать кого-то Но меня вот так научил Иоанн Дамаскин Меня научил Такое то Это не будет Это здесь лукавство такое Человек один на один Предстанет Между ними Никакой прокладки не будет Иоанн Затаус Хорошо описывает Когда евреи Будут говорить Но Моисей сказал То другое И Моисей Он разыгрывает эту картину Как бы встанет И скажет Но я вам говорил Вот Второзаконие 18 глава 15 стих Из вас самих Вас ставит Пророка Как меня Его слушайте О ком Говорится С большой буквы Пророк Это о Христе Речь идет Это надо К себе Применить Ссылок Мы сегодня делаем А вот сказал Блаженный Афифилах Сказал Затаус А ты проверь По слову или нет Внимательно Посмотри Потому что На суде Божьем Не будет никаких Оговоров Ни одному Человеку не дано Чтобы ты Защитился Кем-то А мне говорил Это Затаус Или говорил Только то Что Священное Писание Говорит Священное Писание Это имеется ввиду Только Библия У нас не определился Вопрос Еще нам готовят Место Где остановиться Вы просто Это помните У нас нет Людмила Степановна Она уехала Видимо К родственникам Она занималась Финансовыми делами Я говорил об этом Кто на путешествие От чистоты Помыслов своих Сколько Откладывайте В мае Можно будет Сделать сбор Ее нет Я поручил Татьяне Кузьминишиной Этим заняться Значит Давать только тот Кто на 100% Уверен Уверен Что мы не потратим Никуда Ни одной копейки Мы не пропьем То есть Мы едем Это Ясно делало Большой Необозримый Путь наш И везде ждут Все больше Сведений Адреса Отдаются Разных государств Я говорил Что меня больше всего Поразило Это Финляндия Сделали запрос Патриархию Московска Они к ней относятся Как насчет меня Дать встречу И отвечают Дали добро Общая вещь невероятная Как то ли изменения Как это происходит То ли что А там Игумен один Его Никита Звать Ему другой задает вопрос В Финляндии А ты не боишься Что А что это значит Боишься Мне интересен Человек Который безбоязненно Говорит все что есть И людям это интересно И встреча будет И дальше назначают Другие встречи С Финляндией С финскими Прихожанами И прочее Это мы пока В планах держим Уже Разближе Об этом Просить Бога Надо Вернемся мы Не вернемся Все перед Богом Валентина Павловна Тот путь пошла туда У нас другой путь И заранее Можно сказать Этот путь Никто не проделал С такой целью С такими Материалами И не будет Никогда нищим Ездить Если за рубеж Они Или выступит Там патриарх Выступил На этом все Ну в одно место Поехали там В Конго Или где были В Найроби У нас другое Мы едем с дарами Кто участвовал В издании книг Корректор Всем низкий поклон На книге Нынче зимой Был спрос Необыкновенный Поэтому у меня Уже еще На один год Остается На 15 И все Все кончилось Вот что Хотел сказать Что у нас За эту неделю Было И мы Собираемся Поехать Значит Поехать Это одно Завтрашнего дня Завтрашнего дня Игорь Третьяков Как будто знает Где сервисы Знакомые Я боюсь Очень Ну мало ли еще Хорошую гитарь взяли Плохую поставили Откуда ты знаешь Тоехать А тут речь идет О моторе Клапана Все проверить Надо будет Это речь идет Ну минимум 50 тысяч километров Перед нами И где Как будет А в пятницу Мы выезжаем Потеряйку Так Это у нас 7 мест Два места Значит Шофер Я занимаю И остается Еще у нас Что Четыре Два Три Пять Кто Хотел бы поехать Мы выедем В пятницу Допустим В пять Выедем В субботу Чтобы помочь Там по лагере Посадки Что есть Кто едет Потеряйку Никогда не забывайте С собой брать Две простыни Чистые И наволочку Всегда Там Ну просто стирать Нельзя И хлеб Если можете Хлеба простого Кирпич какой Вот Остальное Там все В достатке Все будет Приглашать Если кто Кого-то Думает То только Советом С батюшкой Не со мной Батюшка Там хозяин А то я слышу Уже такая новость Подходят К епископу Ходили Епископа Спрашивают Местного А вы поедете Потеряйку Батюшка Так и сел Да кто ж Тебя уполномачивал Когда надо Мы приглашали Наши люди Идут У нас По порядку идет Мы печать ставим Они дают На втором документе Что получили Они там В частном порядке Подошел Дружбу какую Забили И кто Сестры Я этого Не могу сказать Без батюшки Это полномочия Превышена Так что хорошо Впереть Этого не делал Домой ты к себе Приглашай Сюда Желательно Со мной посоветоваться Чтобы мы Приготовились Немножко Мы же ни от кого Не закрыты Журналисты И телевидение И кого только Не бывало здесь Это я на будущее Вам говорю Будьте внимательны Остальные все Дела Полномочия Вы знаете Что у нас делать Я хочу спросить По поводу машины Вот сейчас О техосмотрах Там перед поездкой И все прочее Мне помнится Разговор был о том Чтобы поменять Вот это кресло Для водителя Не слышал даже Такого Да Оно просто Невыносимое Для такой Длительной поездки И об этом говорили Все водители Которые уже съездили Не один раз Поэтому По своей скромности Может Николай И молчит Но его нужно заменить Если нужно средства Значит нужно нам Всем собраться На это средство Ничего Это не указано Мне таблицу составили Написали Николай в этом участке Он нигде не поменял Зачем я буду лезть на это Николай Это не просто прихоть А потому что По его состоянию здоровья На таком Он уможен был На таком сидении Нельзя просто ездить Просто на это Не рассчитывали Поэтому Николай сказал Что поменяет кресло Ну поменять Я же не против Но не могу я делать Без него Без него Не могу Витя составил А Николай дополнил Что он уже делает Если там не написано Я не ставлю Николай говорил Про кресло Что он его поменяет Если может Кака мне разница Нет разницы Нет там лежать Сзади На разборке Николай взял на себя Так Вчера у нас Небольшой такой Неприятный случай был Там Че Заподжимала губы Знаешь о комрешь Знает Говорит Кошка еще мясо съела У нас У православных Принято на Пасху Со свечами быть Я каждый раз Говорю Будьте осторожны Со свечами Тем более Маленькие дети Ребенок стоит И ребенок Вот так задаст Она держит Наде стежку Ну Расправленная Капает на глаз Что будет с глазом Надо говорить Или нет Я гляжусь В таком положении Держать Тут гроб Ити нельзя Я прошел Через этот Зал У меня в морге Там специально И подошел Ну ты маленько Отпусти ребенка Или свечи потуши Только проговорил Минуты буквально Что было Тут у тебя Она села На стульчик Она сидела рядом Я стояла Я слушаю Батюшка там Молится Мы поем Все Пивание Все мысли О чем Человек умер Надо в последний путь Только она Закричит Вот так вот Я поняла Что что-то со свечкой Кто она? Дождьная? Да Полина Я ее схватила Потому что она заверещала Это такой момент Я сразу Дверь рядом Мы выскочили А у нее слиплись Ресницы Я так и не поняла Она говорит Я откнула Она говорит Я сама Она сама Откнула Да Это я видела Она сама Откнула Просто нужно следить За дочерью Не давать огня Еще раз говорю Не давать Не давать В туалетах И думай о ней Пробежали Дали свечи Детям В общем Понятно Ну слава Богу Это только воск И только ресницы Я уж испугалась Я открыть не могу Она кричит Я промываю Глаз Ну спеклись Глаз Кое-как разодрала Глаз целый Слава Богу Помолились Обратно вернулись Господь позаботился О том Чтобы Так что все Слава Богу Ну ты для себя Это сделай Не будь Говорит Плутоний Рохли Как отец Нас называл Орлахудры Запретить детям У нас 10 детей И ни с одним Ни с ребенком Ничего не случилось А другие так Нож если лежат здесь А ребенок здесь Ну вот так вот Материал-то потянул И развернулось И к прямому глазу Сразу глаз вытек И он ребенок Сейчас со стеклянным глазом Всю жизнь Он везде Зазираемый Ну стоило Одного другого-то Или нет Вот у нас отец зайдет Чугуны Мать там Картошки Коровым свиням Что ты В лохудру Расставил В ведра Тут убери Ребенок Обожжется Он все видел У меня ребятишки маленькие У соседа собачонка Маленький совсем А чего она бегает Собака Ну-ка уберите Ребенка Укусит Да она Тятя Я говорю Она такая Никого не трогает Вот только Сказал это дело Она тоже Укусила ребенка Никогда этого не было Вот только Отец сказал Я ее половинкой Кирпича Отфугую Все А она В комнату Забегает И кошка Укусила ребенка Ни раньше Ни позже Поэтому Надо прислушиваться Тихому Веянию ветра Что Господь Нам хочет Сказать Через кого Не так Что Со мной Этого не было Не было Он говорит Батюшка Квалификацию По мертвому Потерял Никого нет Только Не договорился Секунды И тут же Звонит И у нас Часто бывает Такое Значит Поднимите руку Кто едет В пятницу Так Один Еще кто Татьяна Едет Нет Она сильно Заболела Я с ее Очень освощу Это нечего болеть Впереди Еще болеет Так Другой момент Ты может Сама едешь Не знаю Если мама У меня останется Я с ней Ну в общем Имейте ввиду Мы вечером Позвоним И скажем Машины Чтобы туда-сюда Такое не будет Это и туда И обратно Машина может Вернуться Я знаю Кто еще может Поехать Помочь Так Это уже Луня 2 С мамой Одно место Хотя бы Так Надежда Васильевна Едешь или нет Не знаю Если ехать То на все лето Нет Не поеду Все дела Закончить И поезжать Там тебя Огород Я Если туда И обратно Тогда я согласна А если там остаться Я еще не готова Мне нужно Приготовиться А в конце Мая Я только Огород Еще буду Сидеть Ну Вы и не можете Конечно Я не могу Я плохо себя чувствую Огород Так Кто еще Могу поехать И помочь День Ну и праздник Попутно Там побудем Так Валерий Не хотел бы поехать Не могу Не может Вадим Не было тоже Никак Да Ну не буду же Ей предлагать Когда она С костылем Значит Нужен Здоровый Крепкий Человек И чтобы Мог Что-то Поработать Поработать Имеется Что-то На огороде Там больше Остальное Все Володя Там делает Володя Не хотел поехать В пятницу Потеряю На субботу Ну Игорь едет Вася Ты не хотел поехать Нет Ну а больше Кого спрашивают Мужское население Кончилось Са сестра Лентина Ты не хотела бы поехать На один день Татьяна Нет Я не могу Просто У меня Еще впереди На неделю Пять дней Ну понимаешь Даже взять Ну ни глухо Немых же брать Итак Свободное место Есть Все Вопросы Акелину Юля говорит Акелину Юля говорит Возьмите Маловато Так Вопросы Автокресло Сделаем Человек Нам нужно Нам нужно место Ставка Все еще Неопределенно Там Какие-то подготовки Делают И отослать Туда И когда Загружать Будем Большая машина Там Огромная фура Тогда Объявлю Что Могли Прийти Все Кто Может Человек Надо Десять Надо Будет Что Быстро Передавать На следующий Монет Поблагодарить Бога И оставайтесь Никто Не уходите Будет Занятие Поблагодарить 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 Чистое Дево Радуйся И Паке Реку Радуйся Твой Син Воскресе Три Дневе На гроба И Мертвые Воздыгну Вы Люди Веселитесь Светися 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 Новый Иерусалим Слава Бога Господня На Тебе Восия Прикуй Ныне Веселися Сионе Ты же Чистая Красуя Богородица Абастани Рождества Твоего Господи Боже Наш Слава Тебе За этот Дивный День И напомнил Нам О жизни Вечной О Твоей Победе Над смертью Упокой В обителях Небесных Сестру Нашу Валентину Проведи Помытарством И наш Путь Проложи Как угодно Тебе И верни Наши Документы Расположи К нам Серста Людей Мы Не ищем Своего На воле Твоей Пошли Нам Все Необходимое Пошли Добрых Жителей Вселения Наши Расширь Пределы Общие Наши Дай нам Еще Священника Если угодно И место Для занятий Только Ты знаешь Нужды Наши И нашу Немощь Мы во Всем Доверяемся Тебе Христе Божий Наш Услыши Молитвы Всех Болящих Обездоленных Оступившихся Подними И наступников На врагов Пролей Милость Твою Дабы Мы никогда Не ответили Злом На зло Но прославили Твое Всесчестное Дивное Имя Ты Достой Най Этой Хвалы Хвала Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь С Богом